Нам принять эти роды. Сегодня рождается полнометражный художественный фильм «Сталь», который расскажет о самом крупном танковом сражении в истории человечества, о битве под Сино. Артём вам чуть подробнее потом про это расскажет. Долго представлял, как в момент курицы выглядеть. Невозможно подготовиться. Всё равно очень волнительно. Мы бы хотели снять и детское кино в том числе. Потому что, на наш взгляд, очень мало того продукта, который сейчас способен возговаривать с ребёнком на его языке. А это очень важно в истории нашей страны, в истории в культуре, то, что нас объединяет. Всего, конечно, рассказать невозможно, потому что это, так или иначе, небольшой секрет. И всю историю вы увидите потом уже в кинотеатре, при полном метре. Но какую-то завесу можно будет открыть. История разворачивается вокруг десятилетнего пацана, который рубится в игры компьютерные. Так многие мальчишки, как мы в своё время играли. И этот фильм сделает, как бы нам хотелось, из этого мальчика сделать мужчину. Сделает его сильнее, увереннее в себе, добрее и как-то цельнее, целостнее. Это всё, то, что мы заварили, да, всю эту кашу, совершенно невозможно было бы без тех людей, которых я вам сейчас представлю. Это очень хорошие люди, я их очень люблю. Это всё произошло и обязательно произойдёт благодаря тому, что эти люди занимаются тем делом, который любят. Делают это хорошо и будут делать это хорошо. Я хочу вам представить нашего режиссёра Алексея Сильянова. Я бы сказал так, что наш главный герой, которого играет Дмитрий, он ленинградец. И поэтому очень, мне кажется, будут уместны стихи Ольги Бергольс, которые я сейчас попробую перед вами прочитать. Покуда небо сумрачное меркнет, мой дальний друг, прислушайся, поверь, клянусь тебе, клянусь, что мы бессмертны, мы смертью, выбирающей смерть. Мы защищаем город наш любимый, все испытания порвну деля. Клянусь тебе, что мы неистребимы, за нами наша русская земля, она могучая, она у нас большая, припомни, как простор её сплошной. Клянусь тебе, мы подвиг совершаем во имя всей земли своей родной. Мы ленинградцы, ныне держим знамя, мы родины, передовой отряд. Весь шар земной сейчас летит за нами. Пароль и отзыв мира. Ленинград. Клянусь тебе, у нас не будет трусов. Мы закричим бегущему во след. Ты предал нас фашистам. Ты не русский, и не оставим труса на земле. Клянусь тебе, мы страшно будем биться. Клянусь тебе, мы скоро победим. И даже смерть отступит, устрашится. И ляжет на землю островом своим. Простите, пожалуйста. Я хочу представить вам автора сценария, моего замечательного друга, нашего главного военного консультанта, наше бесконечно беспокойное хозяйство Артёма Кокина. Многое уже было сказано. На самом деле, мы хотим снять фильм, за который будет не стыдно. Потому что последние постсоветские фильмы на тему Великой Отечественной войны, к сожалению, у меня лично, как у историка, вызывают чувство глубокого раздражения и досады. Необходимо отметить, что вообще, в принципе, наша идея возникла после работы в фильме «28 панфиловцев», за что большое спасибо их создателям. Мы решили, что такой фильм должен быть не один. И, собственно, идея витала в воздухе давно. Но именно работа в «28 панфиловцах» нам показала, что мы можем. И кто, если не мы? И после этого я принес долго вынашиваемый сценарий, показал его Дмитрию, показал его Лёше. Сначала к этому всему было отношение такое, ну, как мы это вообще сделаем? Полный метр. Но как-то так Бог нам начал помогать. Наверное, как бы это ни пафосно звучало, может быть, и провидение нам начало помогать. Как-то так вышло, что идея стала обрастать реальными какими-то такими моментами. Мы нашли единственный танк в мире, настоящий, сохранившийся, который вы сегодня увидите. История наша будет крутиться вокруг одного экипажа, вокруг четырех дней их жизни, в самом крупном танковом сражении в историю человечества. Мы хотим показать, как эта огромная битва, как в капле, отразилась в одном этом экипаже. Также хочется представить, здесь довольно много нашей съемочной группы, представить нашего композитора Петра Корягина. Буквально парочку слов. Действительно, проект нас очень объединяет. Мы очень много фонтанируем. У нас есть такая штука, как проникновение в творчество соседа. Сценарист, композитор что-то говорит, композитор, режиссеру. Все это вот так вот в очень таком хорошем порыве складывается, потому что действительно хочется сделать очень качественный, очень содержательный такой фильм, картину. Вот недавно у меня тут один коллега, он здесь присутствует, Баир Иринчеев, историк, писатель. Он сказал, вы знаете, вообще вот сейчас там многие ожидают картины «28 панфиловцев», которая, в принципе, нас объединяла между собой. Но если фильм выйдет достаточно качественно, если он получится мощным, как говорят, крутым, то, в принципе, вот Баир сказал, что такие фильмы должны, и не только такие, другие фильмы, которые будут выходить у нас в прокат, связанные с Родиной, с патриотическими действительно темами, они должны выходить там раз в пять лет, как минимум, потому что, ну, как бы вот некое духовное здоровье нации, оно должно поддерживаться вот такими замечательными картинами. Мы очень надеемся, что у нас вот в перспективе разного рода партнеры. Они уже есть. Да, они уже есть. Есть уже некоторые новости. Да, это, наверное, в конце. И у меня единственная просьба к Дмитрию, чтобы он сегодня зачитал письмо, вот, которое является нашим таким, ну, каким-то источником, вдохновение, источником работы. Да, мы его зачитаем в сакране. Все, я ухожу. Я тоже хочу поблагодарить нашего замечательного звукореджессера Володю Суха. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что это просто подарок, да, вот эти люди, это подарок. Что он сделал, вы услышите, это потрясающе. Да, но мне на самом деле говорить особо нечего. Все, что я хотел сказать, я сказал в звуке, который, надеюсь, мы сегодня услышим в достойном качестве. Вот. Желаю всем приятного просмотра. И рад, что я работаю с такими приятными, замечательными, талантливыми людьми, которые горят идеей, и вот эта вот энергия двигает нас вперед, вот это меня на самом деле очень сильно вдохновляет, что есть такие вот команды, которые благодаря своей мощной идее, энергии могут реализовать вот такие вот цели. Очень много, да. Очень много кому хочется сказать спасибо и нашей операторской замечательной группе, и всем тем, кто помогал и будет помогать, безусловно, уже. Компьютерные графики. Компьютерные графики. Ребята, вы потрясающе. Большое вам спасибо. Много было сказано. Давайте смотреть. Да, потом вопросы. Спасибо.